В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Объем финансирования национальных проектов в прошлом году составил почти 8 миллиардов рублей. Благодаря их реализации на территории региона удалось построить социально значимые объекты, улучшить инфраструктуру. Подробнее об итогах реализации национальных проектов поговорим с заместителем губернатора Ненецкого округа Татьяной Лагвиненко. Здравствуйте, Татьяна Павловна! Здравствуйте, Ольга! Татьяна Павловна, три года действуют нацпроекты в России на территории Ненецкого округа. И какие значимые результаты были достигнуты в регионе благодаря нацпроектам? Да, Ольга, я хочу сказать, что действительно очень много было сделано за эти три года. Мы с 2019 года реализуем в рамках 11 национальных проектов более 40 региональных проектов. И финансирование с 2019 по 2021 год составило 17,7 миллиарда рублей. Это почти 18 миллиардов за три года. Если посмотреть на значимые результаты в течение этих прошедших трех лет, то самый, наверное, большой – это строительство школы номер три, огромной школы, самой большой, наверное, школы в нашем округе. Построен детский сад в селе Несь. Тоже достаточно сложная стройка взамен деревянных построек 1935-1972 года. Завершено строительство ясли-сад на 60 мест за зданием городской администрации. Оно завершено, и думаю, что скоро в этом году уже дети туда пойдут. Мы в 12 населенных пунктах труднодоступных заменили хейшерско-акушерские пункты, достаточно оснастив их серьезным современным оборудованием. Мы расселили более 800, почти 900 человек. Это 14,5 тысяч квадратных метров построено в рамках национальных проектов. Подключено 123 социально значимых объекта к сети интернет. Благоустроено 13 общественных территорий в четырех муниципальных образованиях. Создан детский технопарк «Кванториум». Тоже серьезное значимое событие. Мы просто начинаем забывать о том, что мы сделали. Создана первая модельная муниципальная библиотека в поселке Красное. Произведен капитальный ремонт учреждения культуры в село Ома, в селе Красное. Четыре мастерские профобразования у нас начали работать. Приобретено в 11 школах портивное оборудование и инвентарь для занятий физической культурой. Созданы и ежегодно дооснащаются спортивные площадки в районе лыжероллерной трассы. Инвентарь в школе Олимпийского резерва труд приобретается. Доиснащена Ниньская окружная больница медицинским оборудованием для борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Развитие детского здравоохранения, серьезное внимание и оборудование также куплено. Приобретена компьютерная техника в 26 школах и в 3 СПО в целях формирования цифровой образовательной среды. 70 километров автодорог, это тоже серьезная цифра. Наверное, уже вы стали меня слушать. Точки роста у нас созданы на базе шести школ. Это серьезно. 190 микрозаймов выдано предпринимателям. Шесть начинающих предпринимателей получили гранты Агростартап почти на 15 миллионов рублей. Очистили мы 189 километров прибрежной полосы водных объектов за вот эти три года. Ну и демонтировали часть построек. Девять субъектов малого и среднего предпринимательства у нас выведены на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта. 787 человек воспользовались статусом самозанятых. Это тоже результат национального проекта. Ну и более мелкие, наверное, я уже не буду перечислять. Практически все, что происходит значимого в округе, это все в рамках нацпроектов получается? Это не все. Это считать, что 17,7 миллиардов рублей, это понимаете, бюджет у нас намного больше, поэтому все остальное не за счет нацпроектов. Текущая деятельность, приобретения идут. Я бы не сказала, что может быть, вот последние годы, а то где-то четверть идет нацпроект, а остальное идет вот в рамках просто бюджета. Просто у вас создалось впечатление, что это вот все нацпроект и нет. Не все. Это часть нашей жизни, но это действительно серьезно инвестиционно развивающая часть жизни, повышающая качество нашего, так сказать, благосостояния. А национальные проекты, они задумывались как инструмент социально-экономического развития регионов. И как вы считаете, насколько это эффективно и насколько действительно регионы развиваются, ну, в частности, наш регион, за счет национальных проектов, действительно развитие есть? Судя по всему, да. Ну, я хочу сказать, что, вот вы знаете, да, я посмотрела динамику с последних годов до национальных проектов и после. Я хочу сказать, и вот если брать наш труднодоступный малочисленный регион, то у нас очень низкое инфраструктурное развитие. Своими силами поднять эту инфраструктуру достаточно сложно. Поэтому и неоднократно, вот как бы я выступала на форумах арктических, особенно говорила о том, что уровень развития социальной инфраструктуры в Арктике должен быть как минимум на уровне достигнутого в обжитых регионах России. И вот на это нацелены в том числе и национальные проекты. Это основной инструмент, благодаря которому мы можем победить вот эту нашу труднодоступность поэтому у нас дороги, да, развитие здравоохранения, у нас достаточно высокая еще заболеваемость различными вот такими нехорошими, ну в смысле болезнями, сложными, поэтому. И, конечно, на Крайнем Севере создание комфортных условий – это в основном один из инструментов значит национального проекта и отдельного финансирования правительства. А как Вы считаете, какие аспекты национальных проектов, которые действуют в нашем регионе, стоит усилить? И вообще, каким образом происходит вот наполнение этого национального проекта? То есть вот существует национальный проект, допустим, здравоохранение. Мы сами, регион его наполняет тем, что нужно, на какие, что нужно усиливать, что нужно делать для того, чтобы проект работал? Ну, мы говорим, основная цель национальных проектов – это все-таки качество, надлежащее качество жизни каждого гражданина на территории Российской Федерации, каждого жителя. И национальные проекты, в них очень много показателей. Просто я хочу сказать, что за вот эти три года у нас 672 показателей результата. Мы выполнили 593. Естественно, что, ну, это более, почти 90% выполнили. Не все нам удается, к сожалению, потому что, ну, все-таки сказывается специфика Крайнего Севера. Но эти показатели, они прежде всего показывают уровень качества заболеваемости, уровня жизни, благоустроенности, качества воды. И оно в среднем по всей стране призвано, ну, насколько я понимаю, как экономиста, призвано выровнять вот эти, так сказать, разбросы в показателях, чтобы более-менее мы, каждый житель получил надлежащий уровень жизни. Поэтому я хочу сказать, что в целом это очень хорошее дело, мое мнение. А что нужно усилить в следующем, так скажем, году и в следующем, чтобы у нас проекты были? Что я хочу сказать, что, конечно, в этом плане, да, значит, у нас самое-самое злободневное, это все-таки в условиях пандемии, это здравоохранение. Вы со мной согласитесь, наверное, да? Вот, и если вот анализировать эти показатели и результаты, которые мы должны достигнуть в рамках национальных проектов, то у нас самое лучшее, хорошо проявляет себя эта санитарная авиация, да? Но при этом, конечно, у нас есть достаточно проблемные места, на которые мы вот сейчас, так сказать, планируем уделить особое внимание. Значит, есть такой региональный проект, это как борьба со злокачественными образованиями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти два региональных проекта, по которым, к сожалению, мы не достигаем по показателям, ни, так сказать, где-то перевыполняем в смысле показателя больничной летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, что не есть хорошо. У нас низка еще доля выявленных на ранней стадии злокачественных новообразований. Вот на что нацелен этот проект, да? У нас низкий удельный вес состоящих на учете 5 и более лет. Но это имеется в виду, что когда наблюдаются, люди долгое время лечатся и в конце концов преодолевают эту болезнь. Все проведенные, проводимые меры в 19-21 году по усилению медицинских учреждений специализированным оборудованием, лекарственными препаратами за три года мы потратили почти 45 миллионов рублей. Но, возможно, они пока недостаточны, мы не достигаем тех показателей по борьбе с больничной летальностью. И, конечно, мы планируем сейчас направить вместе с департаментом здравоохранения прежде всего основной фокус и особый контроль на это направление. К этому направлению уже, допустим, к решению этой проблемы подключилась уже и партия «Единая Россия», и депутаты, депутатский корпус. Это бы звучало в докладе председателя собрания депутатов. Значит, хочу сказать, что у нас еще не все в порядке с обеспеченностью населения медицинским персоналом, а также его обучению с использованием дистанционных технологий. Численность врачей не достигает той численности, которая предписана национальным проектом. Мы вроде принимаем все меры, стараемся привлечь врачей. Также у нас недостаточно численность среднего медицинского персонала и недостаточно пока обучения, особенно в системе непрерывного образования медицинских работников. Ну, это вот три таких показателя, которые, вы сами понимаете, Ольга, что они очень влияют на качество, значит, медицинской помощи, когда у вас всегда есть нужный доктор, да, когда у вас есть достаточно, ну, как у гражданина, да, достаточно медицинского среднего персонала, и он выучен вовремя. Правильно? Сказайте, что это как раз тот показатель, который показывает качество образования, здравоохранения. И он, наверное, берется не только в городе, это же и насилие в первую очередь. Это в целом. Мы говорим сейчас по округу. Я бы хотела обратить внимание еще на показатель по детскому здравоохранению. Тоже серьезно, где, ну, наверное, это вот те проблемы, которые сейчас звучат, и от жителей. У нас недостаточно еще диспансерное наблюдение над несовершеннолетним, ну, диспансерное наблюдение среди несовершеннолетних. Вот доля взятых, вот такой показатель есть, доля взятых на диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 до 17, значит, впервые в жизни установлен диагноз болезни костно-мышечная система соединительной ткани. Вот костно-мышечная, это действительно серьезно. Вот здесь мы пока не по оценке вроде департамента говорили, что это возможно, но вот по 20-й год мы не выполняли. Вот, также, значит, дети от 0 до 17 с установленным диагнозом болезни системы кровообращения. Это то, что влияет уже потом и на взрослого населения. Здесь тоже в предыдущие года мы этого показателя не достигали. Действительно, может быть, на диспансеризацию влияло ковид и прочее, но здесь не стоит расслабляться. Я считаю, что надо продолжать над этим работать и надо действительно каким-то образом в первую очередь, наверное, наших детей, так сказать, вовлечь, не вовлечь, а попробовать, значит, обеспечить диспансеризацию и вовремя определить наступающую или возможную какую-то болезнь. Значит, у нас очень серьезный, сложный показатель по смертности при дорожно-транспортных происшествиях, как на 100 тысяч человек, так и на 10 тысяч транспортных средств. Конечно, здесь играет роль наш закон малых чисел, поскольку мы такой малочисленный, самый малочисленный субъект в стране. Но, тем не менее, значит, каждая гибель в ДТП, она очень серьезно влияет на этот показатель. Но решение данной проблемы все-таки носит комплексный характер. Это зона ответственности. И как органов власти, это вот содержание дорог, так и граждан, сознательное поведение на дорогах. Поэтому, конечно, мы должны проводить работу и быть все внимательны на дорогах, беречь свою жизнь, в том числе и правильным поведением, и правильным примером для детей. Еще на одной проблеме я хотела бы остановиться – это строительство социально значимых объектов. У нас, допустим, сейчас строится школа-сад на Льминосе, дом-интернат для престарелых, ФОК в поселке Искатели, школа в поселке Искатели и Яслисад в Кармановке, которые, в принципе, не все, к сожалению, объекты соблюдают те сроки, которые, ну, контрольные точки по строительству данных объектов не всегда у нас соблюдаются. И поэтому, конечно, строительные работы – это основное, так сказать, направление в национальных проектах. Здесь играет большую роль специфика Крайнего Севера. У нас отсутствует, как вы знаете, круглогодичное наземное сообщение, у нас очень короткий строительный сезон, серьезная, так сказать, малонаселенность, дисперсное расселение. И в таких условиях очень сложно построить качественный, ну, вот, если вы были в школе номер 3, действительно, это уровень качества каждого объекта в рамках национального проекта. Поэтому, учитывая то, что не все можно сюда доставить, и нужно все это заранее предугадать, то это вот за два года, как требует правительство на Крайнем Севере, построить объект очень сложно. Вот мы считаем и постоянно пишем везде, что и выступаем, потому что нам нужно минимум 3-4 года. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы как-то со временем правительство учло вот эти наши, значит, особенности строительства в арктической зоне. Ну, я хотела бы еще, Ольга, поскольку вы, как бы, представитель средств массовой информации, становиться на проблеме информационного сопровождения региональных проектов. Вот мы за 21-й год, значит, далее разместили порядка, значит, 843 новостных материалов. И вот, и говорим о проделанной работе. Но у нас нигде нет, как бы, упускаем из виду вот те ощущения людей, на что в конечном счете направлены национальные проекты. Вот мы построили, если сад внеси, а как вот хорошо жителям там стало, сколько детям лучше, вот потребители, конечные каждого объекта, национальных проектов, что они получили? Как они действительно стали жить лучше, вот входя в новую школу номер 3, с такими красивыми помещениями? Или все-таки вот, ну, нам же есть с чем сравнить. Наверное, вот это сравнение нужно как-то показывать. И хотелось бы получить обратную связь администрации округа, что же мы строим, вот мы строим для народа. А народ, вот как это оценивает строительство? Может быть, что-то где-то у нас не хватает, мы где-то вот, ну, может быть, благоустройство не доделали. Ну, наверное, надо вот подумать, дать вот эту, как сказать, критику, эти предложения, которые мы готовы выполнить, но чтобы действительно у нас получилось, так сказать, радость и счастье для народа, принесли вот эти объекты, которые мы построили, в которых вложено немало труда и строители, и строители, и администрации, которые курируют, и каждого департамента, который контролирует каждую контрольную точку, каждый срок графика работы. Татьяна Павловна, расскажите, как повлияли ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, на национальные проекты? И вообще повлияло это как-то на содержание национальных проектов, на сроки выполнения? Безусловно, пандемия оказала очень серьезное влияние на все сферы жизнедеятельности, и в том числе на реализацию национальных проектов. В частности, у нас, конечно, отмечали сложности в поставках строительных материалов, привлечении трудовых ресурсов. У нас были при остановке медицинских осмотров и диспенсеризации. В результате невыполнены показатели, о которых я вот уже говорила ранее. У нас детское отделение перепрофилировано под, так сказать, обсерватор... Под госпиталь. Да, под лечение коронавируса. Поэтому это очень серьезно повлияло, допустим, на наши показатели, которые мы должны были выполнить в рамках национальных проектов. Но, несмотря на неблагоприятную эпидемическую обстановку, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, Ниньский автономный округ продолжает достижение всех национальных целей, обозначенных в указе президента. Наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными, и прежняя направленность, она у нас сохраняется. Реализация национальных проектов у нас находится на приоритетном контроле всей администрации. Но я хочу сказать, что, как всегда, как всякие проблемы, кризисы, они представляют и рождают новые возможности. И у нас серьезно вырос класс предпринимательского сообщества. Значит, предприниматели переставились на удаленную работу, на доставку продукции, на доставку товаров на дом. И у нас в результате, как бы, есть говорить, что по состоянию на 31 декабря прошлого года у нас, значит, прибавилось четверть, так сказать, работающих в субъектах малого предпринимательства. Что, в общем-то, у других субъектов не так быстро выросло. У нас серьезно в два раза выросла численность самозанятых. Конечно, это возможно было и благодаря тем преференцам, которые мы сделали по льготной упрощенной системе надложения. Но по численности работающих в малом бизнесе мы, в общем-то, как бы неплохо выполнили результаты. Наверное, быстро перестроились предприниматели на новый лад, используя, значит, вот эти проблемы пандемии. А каким образом финансируются национальные проекты? Это региональный бюджет или это федеральный бюджет? Что происходит? Ну, в целом, реализация национальных проектов, она обеспечивается на условиях софинансирования расходов из федерального бюджета. Как я уже сказала ранее, у нас 17,7 миллиарда за три года, значит, было направлено на национальные проекты. Из них более 15, 15,3 или 87% средств федерального бюджета прежде всего. И в период 22-24 год у нас будет направлено еще 10,5 миллиардов. Но я думаю, что эта сумма будет больше. Значит, на сегодня 71% это федеральный бюджет. Значит, у нас, благодаря реализации национальных проектов, нашему региону оказывается значительная финансовая поддержка. И для наглядности я приведу пример. Вот для начала реализации национальных проектов поступления с федерального бюджета составляли от 0,2 миллиардов, ну, 200 миллионов в 2014 году, до 1,6 миллиарда в 2018, это до начала, значит, национальных проектов. И сейчас у нас в 2021 это уже 8 миллиардов. Понимаете, в разы, как бы у нас почти в 4-5 раз выросло. Вот. И я бы сказала, что появление национальных проектов это вот такой своеобразный всплеск инвестиционной активности на нашей территории социально, в строительстве социальных объектов. Вот в том числе, вот, особенно, вот, ну, в строительстве социальных этих объектов. Если в 2014-2018 годах наш бюджет развития, ну, бюджет развития, то, что направлено на строительство, и, значит, непосредственно, находился в пределах от 1,7 миллиарда до 3,7 миллиарда, да, то с момента реализации национальных проектов, вот этот бюджет развития, о котором мы говорим, да, он уже от 4,3 миллиарда в 2019 и до 7,4 миллиарда в 2021 году. Вот из 8 миллиардов направленных к федеральному, 7,4 миллиарда, это инвестиции, это те средства, которые направляются на приоритетные направления, значит, определенные президентом России и способствуют улучшению качества жизни и инфраструктуры. Ну, это позволяет говорить о стабильной динамике развития округа, о том, что мы начали вкладывать в наиболее значимые для всех нас сферы, это прежде всего дороги, образование, здравоохранение. И с 2023 года мы начинаем уже более плотно заниматься учреждениями в социальной и спортивной сферах. На эти первоочередные нужды будет направлено более 91% всех средств, региональных проектов. Вот для цифры такую приведу, доля дорожных работ в общем финансировании составляет 63,3%. Это 17,8 миллиардов из 28, ну, я имею в виду все по 2024 год. Все-таки у нас низкое инфраструктурное развитие, именно удаленность, у нас основная сумма 63% – это дороги. 15,3% – это образование, или 4,3 миллиарда из 28, опять же, беру общую сумму, и здравоохранение и демография – 12,5%, или 3,5 миллиарда из 28. И я хотела бы обратить внимание, что средства федерального бюджета имеют строго целевое назначение, используются исключительно на те мероприятия, которые заранее предусматриваются в соглашениях с правительством. Данный подход позволяет регионам придерживаться единой политики при выполнении указов президента. А на следующий год какие на этот год и на последующие годы правильнее задать вопрос? Какой объем финансирования запланирован по национальным проектам? Ну, вот последующие я уже сказала – 10,5 миллиардов, а непосредственно какие значимые результаты мы хотели бы отметить и ждем. Это прежде всего то, что у нас начнет функционировать Яслисад номер 2, который около городской администрации. У нас планируется капитальный ремонт учреждения, культуры в селе Коткино, в поселке Хангурей, создание центра одаренных детей на базе школы номер 3 и регионального модельного центра в сфере доп. образования. Тоже это новация. Мы планируем завершить капитальный ремонт многострадального лесозаводского моста, благоустроить две общественные территории. Это я сейчас говорю про 22-й год. Это территория по улице Рыбников и в районе Метеостанция. Модельная библиотека будет создана в городе Наринмария на базе Ниньской ЦБС, центральной библиотечной системы имени Печкова. Будет создано 6 мастерских для профессиональных образовательных учреждений, 3 точки роста в трех школах, на базе трех школ точки роста, две школы будут оснащены спортивным оборудованием. Также мы продолжим расселение аварийного жилья, приобретение медицинского оборудования, санитарную авиацию у нас закладываются национальные проекты. Но я хочу сказать, что в текущем году, в 2022, мы закладываем основу и на 2023 и 2024 годы, которые мы ожидаем в эксплуатацию. Школы-сада в поселке Нельминоз – это 2023 год. Скульптурно-оздоровительный комплекс поселок Искатель – это уже в 2023 году. Тум-интернат для престарелых в городе Наринмаре – это уже 2024 год. В 2023 году будет реконструкция водоочистных сооружений, водозабора «Захребетная курья» и в 2024 – поселке Факео – качество питьевой воды. В 2024 году будет произведена модернизация центра занятости населения и планируем выгустроить пять общественных территорий. Ну и многое другое, вот мелкие, я уже как бы не перечисляла. Татьяна Павловна, спасибо, что вы нашли время, пришли к нам на программу, приходите к нам еще. Я напоминаю, мы говорили об итогах реализации национальных проектов в регионе заместителем губернатора Ненинского автономного округа Татьяны Лагвиненко. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин